Спонсор рубрики «Что есть? Село зеленое». Село зеленое в гармонии с природой. Каша – отличный вариант для завтрака. Готовить ее легко и просто, и сил продержаться до обеда точно хватит. Правда, многим такое начало дня кажется невкусным, пресным и скучным. Но это поправимо, пусть и вновь без разговоров о необходимости завтрака, особенно для растущего организма, не обойдется. Здравствуйте, дорогие друзья! Не обходимся, но делаем это на сей раз с кашей, от которой, мы, кажется, уже давно ничего интересного не ждем. Готовим манную кашу. Продолжаем разговор. Нет нормального завтрака, нет нормального самочувствия. Чем чаще мы это говорим, тем меньше запоминаем. Более того, в последнее время появились ярко выраженные тенденции, и эту тему сделать многовариантной. Дескать, все индивидуально. У каждого человека свой режим дня, свои биологические ритмы. Рожденные плотно и поздно ужинать. Завтракать не могут и не умеют. О, ужас, о, ужин. В принципе, это сродни более дельному. Все знают, что нельзя есть после шести, но если ты ложишься спать в 12 часов, это нельзя, к тебе относятся не очень. Все так, но какие 12 и какие такие индивидуальные ритмы могут быть, если мы говорим о детях? Конечно, вырастут и сами решат, какие у них пищевые привычки. Но пока эти привычки формируются, повлиять на них правильно очень важно. А почему никаких быстро растворимых каш и всевозможных быстрых завтраков? Они для нас, в смысле для нашего удобства, залил что-то молоком и волен заниматься своими утренними делами. Безусловно, время от времени и этот вариант утреннего приема пищи возможен в ситуации крайней спешки или даже баловства. Ребенок попросил, очень любит. А вообще, собственно, каши из зерна, которые не нагревали, остужали лишний раз, к которому ничего не добавляли, не улучшали его вкус, тоже варятся недолго. И если у нас в приоритете качественные углеводные завтраки, о них мы еще подробнее поговорим, каши – идеальный вариант. Что же касается улучшителей вкуса, тоже сделать это качественно не возбраняется. К примеру, вот перед нами обычная, скучная манная каша. А ни по вкусу, ни по внешнему виду ее не узнать. Манная каша на курином бульоне. Приготовить куриный бульон, куриную грудку, филе, довольно мелко нарезать, отправить обратно в бульон. На медленном огне добавить куркуму, соль, перец, потом манку. Варить, помешивая 5-7 минут, добавить сливочное масло и зелень. Да уж, манная каша с курицей и зеленью даже звучит очень и очень, с интригой. Но не забывайте, что для ребенка, равно как и для взрослого, важно соблюдать правила здорового рационального питания. Сбалансированность, умеренность и разнообразие. Доброго дня, с вами была Жанна Соловьева. Пока.